всем привет народный патруль на связи а значит пришло время узнать какими событиями запомнилась минувшая неделя в этом помогут их непосредственные очевидцы которые вовремя включили камеру кстати среди них можешь оказаться и ты свои видео отправляю ватсап на номер восемь девятьсот двадцать четыре восемьсот пятьдесят пять двадцать пять или в telegram народные нижнее подчеркивание патруль 49 ну а мы начинаем в области продолжает расти медвежья преступность косолапый негодяй ворвался на прииск джульетта острый нюх привел его прямиком на кухню где в это время остывала сотня свежих пирожков жадная зверюга продегустировал всю партию а после этого уже во дворе закусил колесом от микроавтобуса стоит отметить операторскую работу бесстрашных женщин ну правда жрет что они пирожки у нас здесь только пусть оттуда не идет только не идти на здесь у нас в этого зепутерный жрет пирожки не дай бог ну хоть немножко оставь 125 пирожков сожрал а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Еще два шальных медвежары были замечены в поселках Сокол и Синегория. В первом случае между хищником и оператором стеной встали местные собаки. Во втором зверь прогуливался прямо возле жилого дома. Горящие леса наконец-то спасены. Спасибо стоит сказать дождю, который обильно заливает Магаданскую область. С другой стороны, осадков настолько много, что МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. Одна из таких уже произошла на самой нежной дороге палатка Кулу-Нексикан. Размывает ее постоянно. Данное видео снято 27 июля. На следующий день движение обещали восстановить. Синька в районе 155-го километра. Сплошная река. К утру дороги не будет. Дождь не останавливается. Сейчас спрашивали у этого, как его там, где разгружались в Устеме. Короче, на два дня такую погоду обещают. Проливной дождь. Дорога вот такая, метров 300-400, наверное. Чисто река. О неприятных последствиях дождя рассказывают жители дома на Зайцево-25. Ливень буквально разъедает стены, после чего вода заливает квартиры. Тассажер, конечно же, знает о проблеме, но уже год никак не реагирует. Зато, как говорят жильцы, траву здесь косят исправно. Вот так вот выглядит балкон. Тот же самый Зайцево-25. Настолько протекает все сильно, что это же скоро и балкон вывалится. Беда, беда, печаль. Вот так у нас все. Сколько вот? Пол ведра. Больше даже. Половина. Вот накапала. За вчера. Там плита разрушена, которую никто не хочет делать. ТСЖ уже целый год обещает. Что-то ничего не движется. Льется у нас вот отсюда. Выше окна протекает. Это заметно как бы. И там где-то через щелки сочится сюда. А там вот целый кусок вывалился. Вон, земля даже на козырьке. Вот, пожалуйста. Все затекает сюда. Никому нет дела с нашим ТСЖ вообще до этого. Все мокрое. Сейчас буду выжимать все. А это спортивная площадка в третьем микрорайоне. Когда-то здесь было опасно не то что играть, а даже просто находиться. Теперь есть и специальное покрытие и удобные лавочки. Однако одна проблема осталась. Каждый день после подростков остаются кучи мусора. Причем некоторые настолько деградировали, что при виде полной урны кидают его рядом. Виноваты в этом и взрослые, которые не могут вставить пистонов управляйки, чтобы та вовремя убирала отходы. К счастью, за голову взялись первые и сами устроили субботник. Дети устроили себе субботник. В поселке Сокол на улице Королева 25 завелись ночные меломаны. Местные жители жалуются на компанию, которая наваливает музла прямо под окнами квартир. Долбежку они не оценили и просят моральной поддержки. Хотя стоило бы для начала поговорить с музыкантами. В это время в Магадане Шухер наводил романтик с фейерверками. Расчехлив перед дамой свою волшебную палку, он долго стрелял вверх, разбудив при этом несколько соседних домов. На минувшие недели метеозависимые страдали от сильных магнитных бурь. Это многое объясняет, к примеру, поведение двух чудаков, снятых под мощным прессингом Матушки Земли. Субтитры подогнал «Симон» Видео из поселка Ола. Местная жительница жалуется, что ее двор на улице Советской обделяют вниманием. В то время как дома красят исправно, хоккейная коробка выглядит как артефакт из прошлого. Что, в принципе, так и есть. Правда, фасадами домов занимается управляющая компания. А вот спортивные площадки уже не их компетенция. Вот это детская хоккейная площадка, которая действительно нуждается в ремонте. Вот, посмотрите. Они красят дома, которые и так в хорошем состоянии. А вот где детям кататься, чем заниматься. Это их не интересует. 26 июля. Вот, посмотрите. Вот идет покраска дома. Вполне в хорошем состоянии. Зачем его еще было красить? Вот эти дома покрасили и опять в такой же цвет. Скоро и до нашего дома дойдет очередь. Напоследок видео из поселка Уптар. Здесь нашли отличное место для медитации. Куда можно прийти, отдохнуть и полюбоваться утками, рассекающими водную гладь. Поселок Уптар. И вот такая вот у нас компания дружная собралась на маленьком озерке. Уточки плавают. Вот, в том году прилетали и вот в этом году прилетели. Вот, вот так вот. Крякает. Большие уже стали. Вот и все на сегодня, но впереди целая неделя. И какой она окажется, зависит только от тебя. Поэтому снимай все, что кажется интересным и присылай в WhatsApp по номеру 8 924 855 2525 или в Telegram народное нижнее подчеркивание Патруль 49. Удачных кадров и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok